Это должен знать каждый должник. Рекомендации юристов для должников. Снова всех приветствую на нашем канале. В этом видео я расскажу 5 главных советов для должников. Вам абсолютно точно надо это знать, если вы перестали платить в банке или микрофинансовой организации. Я абсолютно уверен, что эти советы помогут вам не выбрасывать ваши деньги на ветер, а также избавиться от печальных последствий. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце я расскажу самый главный совет о том, как избавиться от долгов раз и навсегда законным способом. Итак, начнем. Совет номер один. Вы вносите платежи, но суммы хватает только на погашение процентов. Вот в таком случае лучше вообще перестать платить совсем, а потому что абсолютно никакого смысла нету кормить банки или микрофинансовой организации. При этом самому оставаясь на дне долговой ямы. Совершенно непонятно, ради чего тянуть кредитную лямку в такой ситуации. Если нет возможности оплачивать основную часть долга, нужно дождаться, пока микрофинансовая организация или банк просудит этот долг. И далее уже выплачивать вашу задолженность по решению суда. Но вы спросите, почему? Здесь очень простой ответ. Потому что суд закрепит конкретную сумму долга вместе со всеми процентами, пениями, штрафами. Здесь надо понимать простую вещь. Дело в том, что без решения суда, оплачивая небольшими частями, вы бесконечно гасите только лишь проценты, но не сумму основного долга. Совет номер два. А данный совет полезен прежде всего должникам микрофинансовых компаний. Смотрите, друзья. Если возможности платить нет, не делайте пролонгации. Это очень важная вещь. Они лишь помогут оттянуть время на пару месяцев. Но проблема заключается в том, что спустя пять пролонгаций микрофинансовая организация затребует оплатить долг в полном размере и одним платежом. Важно в случае, если вы все-таки делали пролонгации и перестали при этом платить, обязательно сохраняйте чеки об оплатах пролонгаций. В будущем, уже в суде, эти пролонгации будут зачтены в счет погашения вашей задолженности. Итак, друзья, переходим к совету номер три. Не ведитесь на лживую информацию из звонков и смс о том, что к вам направляются какие-то выездные группы. А по факту это всего лишь два абсоса, которые клянчат у вас деньги. Смотрите, друзья. Приставы, чтобы забрать ваше имущество в счет погашения задолженности, должны иметь решение суда или судебный приказ. Без этих документов никто ничего забрать не может. Повторю, это очень важно. Забрать и описать имущество могут только судебные приставы и только с вышеуказанными документами. Это очень важно. Никакие коллекторы и службы взыскания забрать и описать ваше имущество не могут. Дело в том, что коллекторы и взыскатели по закону могут только лишь проинформировать вас о наличии задолженности и последствиях неуплаты. Друзья, кстати говоря, мы уже на эту тему видео снимали. Оно должно появиться вот здесь под ссылкой. Поэтому ознакомьтесь обязательно. Это очень важная информация. Там о правах коллекторов, что они могут делать, а что они делать не могут. Знайте, что даже в случае вынесения судебного решения, далеко не всегда производится опись имущества и накладывается арест. Обязательно направьте заявление об отзыве, согласии на взаимодействие с вашими родными, друзьями, близкими людьми. Это поможет вам избежать дополнительных моральных и психологических воздействий. Так как это единственный инструмент взыскателей, коллекторов и иже с ними. И они, конечно же, на все 100% его используют. Поэтому мой вам совет. Просто скройте друзей из социальных сетей, отзовите согласие на взаимодействие. Понятно, что данный метод при взаимодействии с черными коллекторами, он, конечно, не работает. Они работают вообще без всяких правил. Но, тем не менее, лишним это не будет. Совет номер 5. Я считаю его самым важным советом, потому что он может решить кардинально ваши проблемы с долгами, с кредитами. И это будет законно. Если у вас нет имущества, помимо единственного жилья, потому что единственное жилье, оно под изъятие не подпадает ни в коем случае. Также, если у вас больше нет возможности исполнять свои финансовые обязательства, вы можете воспользоваться федеральным законом 127 и списать ваши кредиты, микрозаймы, долги по распискам, налоги и другие долги, которые возможно списать вообще через процедуру банкротства. На сегодняшний день банкротство физических лиц – это единственный законный способ избавиться от долгов законно раз и навсегда по решению суда. Ну а более подробную информацию о банкротстве физлица вы можете посмотреть на нашем канале. У нас очень много видео на эту тему, поэтому подписывайтесь на канал. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео. Также вы можете получить бесплатную консультацию, позвонив по номеру горячей линии, который вы сейчас видите на ваших экранах. Друзья, спасибо огромное, что досмотрели видео до конца. Всем пока!